Люди, прославившие регион, незаслуженно забыты считать Сергей Леонозов обычный житель Луха, человек, болеющий за искусство. Он предложил общественности создать и установить памятник самым выдающимся живописцам поселка, художникам-братьям Чернецовым. Первое, куда я обратился, это в Государственный русский музей, поскольку он является самым главным хранилищем наследия Чернецовых. И в разговоре с Голдовским, Григорием Новым, заведующим отделом живописи Русского музея, он сказал, что этим художникам нужно только настоящий памятник. Пришлось обращаться в Академию художеств, они тоже поддержали нас, министерство культуры одобрило, владыка благословил нас. Григорий и Никанор Чернецовы – представители классического русского искусства первой половины XIX века. Их пейзажи известны по всей стране. Картины хранятся в лучших галереях мира. Братья много работали, путешествовали по России и запечатлевали на холстах пейзажи, дарившие им вдохновение. Творчеству художников присуще стремление к документальной точности. Творили братья под девизом «Быть полезным себе и Отечеству, обретя честь и существование в памяти потомства». Сергей Леонозов зажег идеей создать памятник Чернецовым несколько десятков людей. «Хотелось, конечно, чтобы он вжился в образ нашего Луха, потому что сами художники Чернецова, они просто боготворили Лух. Они его настолько любили, настолько он им был близок. То есть где бы они ни были, они всегда с большой любовью говорили о Лухе. И даже если возвращались из путешествий, то есть они уже заслышав за много километров звон колколов Луха, говорили, как дрожит сердце, что сейчас увидим родные места». Первый макет памятника уже разработан. По задумке скульпторов Твердовых располагаться монумент должен на центральной площади поселка, между Успенским и Троицкими храмами. В департаменте культуры решили, что памятник народным художникам нужно разрабатывать всем миром. Поэтому макет не окончательный. Руку к созданию шедевра могут приложить все желающие. «Объявлен конкурс, открытый конкурс на представление макетов, композиций, эскизов будущего памятника. Уже сейчас поступают заявки и не только от представителей творческих союзов Ивановской области, даже из столичных городов. Документы у нас принимаются до 1 октября этого года». Пока идея только зреет. Речи нет ни о проектно-сметной документации, ни о необходимых средствах, ни о сроках. В комитете по установке памятника не переживают. Всем миром идею придумали, всем миром разработают макет и также денег на воплощение искать будут.